Здравствуйте! Есть такой день. День защиты ребёнка. Прошу прощения за категоричность суждения, но с моей точки зрения эта дата столь же идиотична, как, например, 8 марта или День матери. Словно об этих святых людях, о детях, о женщинах, о мамах нужно вспоминать только раз в году. Это практически то же самое, что День рыболова или геолога. Да не обижаются на меня эти уважаемые люди. Мы хотим поговорить о том, как сделать так, чтобы День защиты детей был не только 1 июня, но и все 365 дней в году. Это тем более касается безопасности детей в автомобиле. По официальной статистике в России ежегодно гибнет 1200 детей. Это страшная цифра. Да, при том, что по утверждению медиков цифра эта занижена и, возможно, даже в два раза. Этот показатель хуже предпоследнего в Европе в пять раз и один из самых худших в мире. И надо что-то делать. И, наверное, начнем мы сегодняшнюю программу нашу с первого и самого основного средства безопасности ребенка в автомобиле с детских кресел. Высота каждого стула в этой конструкции 50 сантиметров. Это 2,5 километра в час. Но даже падая с одного стула на землю, я фактически бьюсь об нее на скорости в 15 километров в час. А у вас наверняка ведь заходится сердце, когда вы видите своего ребенка падающим с велосипеда или лезущим, скажем, на шкаф или на дерево. А падение с верхнего стула, повторюсь, будет равно удару на скорости в 30 километров в час. Вы бы посадили туда своего ребенка, а потом бы ударили вот так ногой по ножке нижнего стула. 1200 детей погибло в этом году в России в автомобилях. С невольными убийцами стали родители, проявляя преступную самоуверенность, мол, я езжу аккуратно, как будто ты на дороге один, и откровенную дремучесть. Не правда ли знакомая и во многом дикая ситуация? Шестилетний ребенок орет, хочет ехать впереди на коленях у папы или у мамы. Мы идем у него на поводу, сами не пристегиваемся, сажаем его на колени, и вдруг удар на скорости 70 километров в час. При возникающей перегрузке от такого удара, вот этот шестилетний хлопец будет весить примерно полторы тонны. Попробуйте удержать его руками, при том, что ваш собственный вес перевалит тонны за четыре. Чтобы понять всю серьезность происходящего, в этом еще одно наглядное пособие. Предположим, я ударюсь на автомобиле в неподвижной препятствии на скорости в 25 километров в час. В этой ситуации я буду весить свыше двух тонн. При ударе на скорости 40 километров в час, мой вес приблизится к трём тоннам. А при ударе на скорости 55 километров в час я буду весить свыше трех с половиной тонн. При том, что мой реальный вес составляет 83 килограмм. В Евросоюзе уже несколько лет, как перевозка детей до трех лет без специальных кресел признана преступлением. Жизненно важно, чтобы новорожденные до девяти месяцев сидели вот в таких жестко закрепленных креслах капсулах, строго против движения автомобиля. Ведь вес их головы равен четверти всего веса, а шейные позвонки слишком слабые, чтобы выдержать его в момент удара. Если вы ставите детское кресло на переднее сидение, обязательно отключите подушку безопасности. Она может нанести ребенку смертельные травмы. Дети постарше до 3-4 лет тоже должны сидеть против движения, ибо их шейные позвонки все еще достаточно слабые. И обратите внимание, речь идет о возрасте, а не о весе ребенка, ведь ограничения снимаются по мере формирования скелета. Так что от 4 до 12 лет только сзади, только пристегнутым и на интегрированном диванчике, если таковой входит в комплектацию автомобиля, либо в специальном кресле. Однако нужно понимать, что кресло креслу рознь. Есть вот такие вот совершенно примитивные устройства, которые, прошу прощения за выражение, давай, Егор, покажем, да, могут послужить в лучшем случае отмазкой при общении с принципиальным сотрудником ГИБДД. Ну вот, мол, есть у меня некое устройство для перевозки детей, и отстаньте от меня. Да, с точки зрения буквы правил все в порядке, но реальные защиты такие вещи не дают. Конечно, лучше, чем ничего, но, поверьте, в случае серьезной опасности, это очень слабое средство сохранения здоровья и жизни ребенка. Да и рассчитано оно, в общем-то, на детей уже больших, ростом больше метра 35-метра 40, которые могут пользоваться взрослым ремнем безопасности. А вот еще одна конструкция, в которой у нас сидит сейчас грустная Варя. Варя, почему грустная такая? Не знает. Ну ладно. Это ковш, и такие ковши делаются для совсем маленьких детей и для детей постарше семи и восьмилетних. Но в силу того, что это самая распространенная конструкция на рынке, тут легко нарваться на откровенную дешевку, которая тоже не даст реальной защиты вашему ребенку. Поэтому при выборе кресла вот такой конструкции нужно тщательно определиться и с производителем, и с маркой конкретного кресла, и, естественно, с ценой. Потому что это тот случай, когда экономить не стоит. А дешевое кресло – это заранее и заведомо плохое кресло. Вот одно из многочисленных испытаний, которые проводят все серьезные производители детских сидений. При ударе на скорости до 50 км в час ребенок должен смещаться вперед максимум на 55 сантиметров. Вот посмотрите, что стало с точно таким же цилиндром, а ведь удар был на скорости всего лишь 42 км в час. И оценивая эту информацию, можно представить себе, какие перегрузки испытал ребенок, находящийся в этом кресле. А что было бы с ним, если бы он просто валялся на заднем диване автомобиля? К сожалению, в России никто не проводит полномасштабных испытаний всего того, что попадает в магазины и на рынки. А по всему совет – доверяться немецким рейтингом. Всегерманский клуб автомобилистов АДАЦ регулярно вот таким образом оценивает и прочность конструкции, и комфорт. У дешевых сидений, как правило, рвутся ремни и разрушаются крепления со всеми вытекающими последствиями. Информацию об итогах испытаний можно найти на немецких сайтах того же АДАЦ или сертификационных компаний ТЮФ и ДЕКР. Вот еще одна конструкция детского кресла, которая по определению будет качественной. В силу того, что пока такие кресла подделывать не научились. Технология слишком сложная. Оно основано на алюминиевой раме. И его достоинство в том, что оно может трансформироваться, увеличиваться в размерах, вырастать, расширяться вместе с ребенком. И в таких креслах можно возить детей практически с младенчества до 12 лет. Это сидение может сопровождать ваше чадо всю его жизнь до вступления в юношество. Еще к очевидным достоинствам конструкции можно отнести то, что и кресло, и ребенок держатся вместе общим взрослым ремнем безопасности, штатным ремнем. То есть не нужно сначала отдельно крепить кресло, а потом пристегивать ребенка отдельным ремнем, который, собственно, к этому креслу и прилагается. Во-первых, удобно вынимать кресло и ставить его на место. А во-вторых, в случае столкновения или резкого торможения здесь будет натягиваться всего лишь один ремень, а не два ремня последовательно. То есть ход кресла и ребенка будет заметно меньше. Еще в качестве опции к этому замечательному сидению прилагаются встроенные динамики. И вот при помощи штекера можно включить, например, iPod и послушать какую-нибудь сказку. Вот, например, Маша у нас сейчас слушает щелкунчика. Конечно, удовольствие это не дешевое, но за безопасность надо платить. Впрочем, иногда в некоторых автомобилях проблему перевозки детей можно решить и вовсе без кресла. Потому что некоторые производители, в частности, Volvo, уже комплектуют свои автомобили штатным детским диванчиком, который рассчитан на относительно взрослых и рослых детей, которых можно пристегивать обычным ремнем безопасности. Егор! Залезай, садись и пристегивайся. Вот так это выглядит, так что рядом на самом деле можно будет посадить еще одного ребенка и тоже в детском кресле. Но для того, чтобы сделать поездку детей не только безопасной, но и комфортной, например, неплохо оборудовать свой автомобиль, если он не оборудован штатно, DVD-плеером. С инфракрасными наушниками, таковым образом, досуг ребенка в автомобиле, особенно в дальней поездке, будет скрашен просмотром какого-нибудь доброго мультфильма, например, там, «Аленького цветочка» или «Серой шейки». Варя тоже хочет присоединиться к нашему кинопросмотру. Пойдем? Да. Да. Питер Пэн. Питер Пэн. Да. Да. В общем, действительно, я не буду вмешиваться в Машину епархию, которая для вас подготовила много полезной и ценной информации о том, как сделать поездку с детьми не только безопасной, но и комфортной, чтобы любая поездка превратилась в маленькую радость и для детей, и для их родителей. Если дети проводят у телевизора по несколько часов в день, то это, конечно же, плохо. Но если они смотрят телевизор в автомобиле, то это, мне кажется, замечательно. В ситуации длительных загородных поездок, сумасшедших московских пробок – это вещь незаменимая. Вот смотрят тихо мультики и родителям спокойно за рулем. Однако нужно твердо помнить о том, что как только мы съезжаем на проселок, телевизор выключается, несмотря на самые отчаянные протесты. Пытаясь во время тряски поймать глазами прыгающую картинку, ребенок может со временем серьезно посадить зрение. Конечно, понятно, что все упирается в средства, но для большой семьи, которая тем более любит путешествовать, нужен большой автомобиль. Это универсал, внедорожник или минивэн. В данном случае у нас представлен Рено Сценик. Давайте посмотрим и оценим все достоинства этого семейного автомобиля. Для меня, как для мамы троих детей, очень важно, чтобы я имела возможность общаться с детьми и в автомобиле. Эта модель удобна тем, что между вот этими креслами достаточно большое расстояние, что помогает мне вот таким образом контактировать с детьми. Еще очень ценная вещь в этом автомобиле – складывающиеся передние сиденья. Его можно трансформировать, вот, например, в столик. Вот таким образом. И тогда пространство у детей сзади появляется еще больше. А для того, чтобы пореже отвлекаться от дороги и поворачиваться назад, некоторые производящие компании, в частности французы, уже оборудуют автомобили дополнительными зеркалами заднего вида, для того, чтобы можно было наблюдать за маленькими пассажирами сзади. Посмотрите, какой замечательный подлокотник. Вот в таком перевернутом виде он просто создан для маленьких детских ножек. Вот сюда их можно ставить и очень комфортно себя чувствовать. А вот этот бокс может одновременно служить холодильником. Летом в жару здесь можно перевозить молочные продукты, что для малолетних путешественников очень актуально. Чтобы автомобиль не превращался в игрушечный склад, в этой модели под задними сиденьями есть такие специальные боксы, куда без труда можно поместить игрушки, книжки, при необходимости пантерсы и прочие необходимые вещицы. И коль мы сегодня говорим о защите ребенка в автомобиле, я хочу обратить ваше внимание на еще вот такую деталь. Это система безопасности изофикс. Она заключается в том, что кресла аналогичной системы без труда крепятся вот в эти замки. И тогда папа или мама за рулем могут быть спокойны. Ребенок прочно зафиксирован на своем месте. Еще одна незаменимая вещь – шторки. Особенно в жаркую и солнечную погоду. Даже если стекла тонированные, дополнительная защита от солнечных лучей поможет вашему ребенку чувствовать себя в машине более комфортно. У детей слабо развитый вестибулярный аппарат. И они бывают подвержены укачиванию, элементарному укачиванию. Для этого нужно просто по московским пробкам научиться ездить и тормозить таким образом, чтобы не было резкой раскачки. То есть это ступенчатое торможение, более плавное. То есть нажать-нажать, приотпустить, чуть-чуть приотпустить, чтобы не было таких резких раскачивающих движений. Потому что это работает очень здорово на вестибулярный аппарат. Ну и в поворотах желательно знать траекторию и технику прохождения поворотов, чтобы в точке, где центробежные силы выносят на выходе из поворота машину, эта точка не была совмещена со сбросом газа. И не было бы больших выталкиваний автомобиля. Хорошо, когда ребёнку что-либо рассказывают и заставляют думать, считать, вспоминать. То есть идёт дополнительно разговорами, чтобы он не уходил в себя, в своё состояние. Разговор о том, что его интересует, и он участвовал бы в процессе, то есть отвлекающие какие-то темы для разговора. Как я уже сказала, приятно, когда автомобиль большой. Это комфортно, это удобно. Вообще ездить мир, что важно? Важно то, чтобы мама за рулём, в данном случае, я чувствовала себя спокойно. Когда дети пристёгнуты, когда они каждый на своём месте, когда, если есть телевизор, они смотрят мультфильмы, это замечательно, то, конечно, можно следить за дорогой и, ну, естественно, всё равно следить за детьми. Что нужно помнить родителям, у которых в салоне дети? Игрушки у детей должны быть также безопасные. В идеале это мягкие игрушки, книжки небольшие, которые в случае внезапного торможения не травмируют ребёнка. Есть даже специальные мягкие книжки, это вообще идеальный вариант. Конечно, нежелательно, чтобы дети в дороге рисовали, потому что ручка может попасть в глаз, неожиданно травмирует лицо. Это, по всей видимости, совершенно очевидные вещи, о которых просто нужно помнить. Что ещё нужно сказать? Любая мама знает, как только ребёнок садится в машину, он хочет есть, пить. Ну и, конечно, приходится что-то покупать по дороге. Важно, чтобы соки были без трубочек. Все напитки были, естественно, не в стеклянных упаковках. И еда, соответственно, также была нетравмоопасна. Обо всём об этом нужно помнить, не забывать в длительных путешествиях. Совершенно очевидно, что в процессе еды ребёнок может капнуть на себя мороженым, пролить сок. Поэтому важно иметь влажный салфет.